Качественный детский отдых, забота взрослых, уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области, Татьяна Океанская побывала в Чайке с проверкой. В смену здесь отдыхает более 300 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Детского омбудсмена интересует все. Как организованное питание, вся ли посуда в хорошем состоянии, без сколов и трещин. Важный момент, что в меню. Каша шумная, бутерброд с ветчиной, какао на молоке, масса сливочная, сыр плавленый, хлеб пшеничный и хлеб ржаной. Ребята рассказывают, питание пятиразовое, разнообразное, порции большие, голодным никто не остается. Кормят здесь очень хорошо, то есть всегда дают на завтрак джем, у нас каждый день второй ужин, это нектаринки, яблоки, бананы. Особое внимание медпункту. Какие и сколько обращений было, есть ли в наличии лекарства и все ли порядки со сроком годности медикаментов. В этом году во время проверок уже было зафиксировано несколько фактов наличия просроченных лекарств. В других лагерях мы обнаружили лекарства с инстекцией с сроком годности. Правда, это по одному лекарству в двух лагерях. И там просроченные лекарства не критичны, но в том смысле, что просто, допустим, проверяем в июле, июньские или июльские. Но тем не менее, это, конечно, недопустимо. Вот это то, что меня расстроило больше всего. По словам Татьяны Кианской, «Чайка» относится к лагерю, который дорожит своим именем. Но здесь есть небольшие недочеты. Например, где-то нужно закрепить раковину, увеличить количество вешалок в шкафах, отремонтировать футбольную сетку. Насторожило обмудспена большое количество ос на территории, но с ними в лагере борются. Сейчас начинается сезон, когда наши дети становятся объектом нападения со стороны насекомых. Уже, может быть, даже не клещей, а именно ос. Потому что начинают на деревьях и созревать плоды, они привлекаются своим каким-то запахом. Поэтому рекомендация для родителей и тех, кто отвечает за отдых в лагерях, этому уделить внимание. Потому что июль и август – это укусы ОС, то, что мы обычно отмечаем в лагерях. Анонимное анкетирование – обязательный пункт каждой подобной проверки. Так проще выяснить, что именно в лагере не так. Ребята здесь не скучают, по крайней мере, так они ответили и в личной беседе с Татьяной Кианской, и в анкетах. Занятия для детей есть на любой вкус – и спортивные, и интеллектуальные. Начинается наш день с зарядки утренней. Затем у нас в течение дня проходят два больших мероприятия общелагерных, на которых дети принимают активные части. Часть детей ходит в кружки. У нас есть несколько кружков на базе лагеря. Плюс у нас еще каждый педагог занимается с ребятами занятием по интересам. План проверок в лагерях у Татьяны Кианской составлен на все лето. И в Чайку еще предстоит вернуться, чтобы проверить, все ли рекомендации по итогам этого визита выполнены. Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Тейковский район.